Ростов сегодня это уголовное дело по нападению на участника СВО с 12 выстрелами из травмата и рабочая поездка губернатора в две школы, готовую и строящуюся, и детсад в Суворовском. Это планы по реконструкции детсада номер 142 Намечникова и предпосевное совещание по закладке нового урожая о зимах. А также возможность отказаться от передачи биометрических данных в ЕБС после 1 сентября и безопасность строительства нового корпуса противочумного института. Ростов сегодня это празднование Дня Донской иконы Божьей Матери и 325-летия Таганрога. А еще это поражение футбольного Ростова от Динамо, где были еще и удаления, чуть не ставший спасительным удар Письякова, старт хоккейного сезона победой Ростова над Тамбовым по буллитам. И первые осенние дожди за окном. На Первом Ростовском информационная программа Ростов сегодня и ведущая Мария Филинкова. Здравствуйте. 12 выстрелов из травматов бойца СВО. Расследование такого уголовного дела ведет сейчас полиция. По данным областного управления МВД, в половине третьего ночи на воскресенье у кафе в парке Ленина в Батайске случился конфликт, в ходе которого неизвестный расстрелял оппонента из травматического пистолета и скрылся. Пострадавший, а им оказался участник спецоперации, от медпомощи отказался. При этом есть информация, что он в больнице с ранением в голову. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Василий Голубев написал в своих соцсетях. Буду внимательно следить за расследованием. Виновные должны обязательно ответить по закону. 23 первых класса в школе номер 75 в Суворовском. И 8 из них будут учиться во втором модульном здании, открытом 1 сентября. Сегодня его осмотрел губернатор. А еще побывал на стройплощадке другой школы на 1600 мест. И в уже построенном, но еще не открытом детском саду. Второе модульное здание 75-й школы построили всего за 4 месяца. Здесь 745 малышей с 1 по 4 класс будут учиться в две смены. Здания, конечно, явились спасением для микрорайона Суворовский. Потому что благодаря их приобретению мы смогли взять в школу всех детей с 1 по 4 класс, которые проживают в микрорайоне Суворовский. А на сегодняшний день их больше 3000 таких детей. Первоклашек в этой школе в этом году 789. Кто живет поближе к основному зданию, учатся там. Остальные в двух модульных корпусах. По словам директора, модульные здания комфортные и удобные. Столовая с собственным пищеблоком. Так что горячее питание готовят тут же. А еще во втором модуле свой кинозал, студия танцев, спортивные секции и музыкальный театр. В следующем году в Суворовском планируется сдать еще две капитальные школы на 1200 и 1600 мест. Срок сдачи объектов в эксплуатацию 24-й год. А вы? Да. Как только эти объекты будут завершаться, близки к завершению, я сразу хочу сказать, что мы работаем в тесном взаимодействии. Мы одномоментно на этапе завершения строительства на уровне 80% обращаемся и выделяем нам и правительство области, и депутатский корпус, средства на оборудование. И к моменту завершения строительства мы, конечно, оснастим необходимым учебным оборудованием данное образовательное учреждение. Школу на 1600 мест возводит инвестор. Она будет в трапециевидной форме в пять этажей, один подземный. Каркас здания готов на 70%, вкладка наружных стен и внутренних перегородок на 10%. Губернатор поручил синхронизироваться всем, кто отвечает за строительство и ввод в эксплуатацию, чтобы максимально ускорить открытие школы. Никаких этих, никакого дня, никакого месяца у вас нет. Садитесь и сразу сидите, все это комплексно отрабатывайте. Министерству финансову дано поручение сейчас отрабатывать вопрос расчета. Значит, она в среду она мне будет докладывать, еще раз в конце сентября. Но все нужно до деталей работать. Также в ходе рабочей поездки губернатор побывал в новом втором корпусе детсада номер 37 на 280 мест, который должен открыться совсем скоро, в конце сентября. Это будут две группы, первые и младшие, возраст детей от 2 до 3 лет и 10 групп от 3 до 7 лет. В здании предусмотрены различные помещения для оказания образовательной деятельности. В этом году вся страна переходит на федеральную образовательную программу, мы в том числе. А еще здесь музыкальные и физкультурные залы – все условия для разностороннего развития детей. Мы ставим перед собой задачу в 2024 году, ну, изменить здесь ситуацию с обеспеченностью и детскими садами, и школами, и рядом других учреждений. Поэтому сегодняшняя рабочая поездка – это, в общем, в некотором смысле оценка ситуации, которая складывается. Что касается модульного здания школы, которое мы посмотрели, это было второе решение по модульному зданию, в ответ на обращение жителей микрорайона, чтобы детишки из начальной школы непосредственно в микрорайоне учились. Это у нас получилось. Теперь особое внимание строительству двух новых капитальных школ, подчеркнул губернатор. Мария Индрикова, Тагир Фатахов, Первый Ростовский. Двухэтажное здание детского сада номер 142 1961 года постройки полностью снесут и на его месте построят новый современный корпус. Как сообщает городская администрация, проект реконструкции садика на Мечниково-77А получил положительное заключение. В обновленном детском саду будет пять групп, в общей сложности 96 мест, физкультурная зона и пять игровых площадок. Урожай пшеницы снова рекордный. Собран, начинают убирать кукурузу, затем подсолнечник, все зерновые подсчитают позже. А параллельно на полях закладывается новый урожай. В северных районах начинается сев, в других все к нему готово. На предпосевном совещании в Зимовниковском районе аграрии обсудили акценты этого сезона, оценили новинки агротехнологий и обменялись опытом по актуальным вопросам. На востоке области недавно и 30 центнеров с гектара – хорошая урожайность. А в этом году в Зимовниковском районе впервые за всю историю по 60 центнеров пшеницы собрали, а по валу 872 тысячи тонн. Вторые после сальчан стали. Не последнюю роль в рекорде играет оптимальное использование ресурсов, удобрений, уходных и защитных препаратов, соблюдение севооборота, использование элитных семян. Грамотная агротехника, грамотное использование науки и своевременная и весомая поддержка и правительства Российской Федерации, и правительства Ростовской области в части развития сельского хозяйства, в части субсидий, оказания поддержки, приобретения новой техники, позволяет нам иметь такие прекрасные урожаи. Новинки техники в работе. Обработка почвы такими маленькими плугами позволяет и сорняки убрать, и влагу сохранить. А здесь, в засушливой зоне, это самое главное. В этом году влаги было достаточно, что и позволило зерну налиться. Но в период уборки затяжные дожди, конечно, заставили поволноваться. В майские дожди вроде бы выправили ситуацию в лучшую сторону. По наливу зерна. Подтянули урожай. Но следующие дожди, которые уже пошли, скажем так, во время уборки, очень усложнили всем задачу, наверное, не только нам, но и всем аграриям. А на севере области уже идет закладка нового урожая. Начался сев озимых. По области предстоит посеять около трех миллионов гектаров. В целом сегодня и по запасам семян, по минеральному питанию работа проведена достаточно хорошо. Мы готовы. Вот есть вопросы по горюче-смазочным материалам, которые мы будем сегодня обсуждать. Донской Минсельхозпрод обратился в антимонопольную службу с просьбой принять меры для стабилизации цен на горюче-смазочные материалы. А цена на зерно в этом году низкая. Прибыль значительно меньше, чем рассчитывали аграрии. Приходится снижать расходы. Так, закладка основного минерального удобрения, фосфора, уменьшилась на треть. И это, конечно, в последующем скажется на урожайности. Жаркий август снова высушил почву и снова необходимы дожди. Сельское хозяйство крайне зависимо от погоды. Даже если технологии и техника во многом нивелируют вызовы природы. Борьба за урожай идет в течение всего года. Татьяна Вочарова, Первый Ростовский. Отказаться от передачи биометрических данных в единую биометрическую систему можно в МФЦ и после первого сентября. Конкретных сроков для отказа от их хранения и использования нет. Успокаивают дончан в областном Минцифры и в многофункциональных центрах. Это стало реакцией на информацию о том, что сроки отказа ограничены до осени и последовавшим за ней ажиотажем в МФЦ. В настоящий момент наблюдается ажиотажный спрос на данную услугу, на подачу данного заявления. Действительно, рост обращений значительен в последние 10 дней. Например, в городе Ростове-на-Дону за последние 3 дня принято более 10 тысяч заявлений. Соответственно, за 10 дней более 17 тысяч заявлений. В многофункциональных центрах действительно есть услуга по отказу от сбора и хранения биометрических данных. Такую услугу можно получить, однако информация о том, что эта услуга будет действовать до 1 сентября – это фейк. И сейчас, после 1 сентября и позже, в любой момент, можно отказаться от сбора и хранения своих биометрических данных, то есть изображения лица, отпечатка пальца, записи волоса. Для этого нужно просто обратиться в МФЦ с заявлением. Сбор биометрии нужен для перевода услуг в дистанционный формат. Например, так можно открыть счет в банке, оформить электронную подпись и так далее. Важно, что эти данные не используются для слежки или для поиска людей. Это напрямую запрещено федеральным законом. Кстати, свой отказ от передачи биометрии в ЕБС можно отозвать. Новый диагностический комплекс Ростовского научно-исследовательского противочумного института будет построен на принадлежащем ему участке на Военведе. Сейчас готовится площадка. О всех сомневающихся в его безопасности горожан специалисты уверяют, опасаться нечего. Наоборот, защита от инфекции только усилится. На этой территории 60-х годов стояли лаборатории, где больше полувека изучали различные вирусы. Но со временем они пришли в негодность и их решили снести. А взамен построить новый диагностический комплекс научно-исследовательского противочумного института. При появлении этой информации у ростовчан возник вопрос, не будет ли этот центр опасен для здоровья людей и животных. Но специалисты уверяют, он строится по нацпроекту здравоохранения и федеральному проекту санитарный щит России, цель которого как раз защитить людей от биологических и санитарно-эпидемических угроз, поставить барьер различным инфекциям. Совершенно безопасны для работников внутри работающих и для людей, которые проживают рядом, далеко, в общем, в целом в Ростовской области. Я также хотел бы отметить, что и на сегодня существующие помещения, существующие корпуса, учреждения, о которых мы говорим, они представляют собой высокого уровня защиты, биологической защиты помещений. А всё потому, что в таких помещениях особая планировка. Например, новый корпус противочумного института будет окружён внешним контуром, так называемым коридором, который не допустит выхода бактерий и вирусов из него во внешнюю среду. Это современная система вентиляции, это современная система обеспечения обеззараживания сточных вод. Отдельно хочу остановиться, что сточные воды, то есть те воды, которые будут использоваться в лаборатории, будут обеззараживаться термическим способом, без применения химических и других видов дезинфектантов. Это говорит о том, что мы за экологию. В боксах, где непосредственно проводятся исследования, свои системы вентиляции и обеззараживания с фильтрами тонкой очистки для всех известных в мире возбудителей болезней. Эксперты утверждают, новый комплекс однозначно безопасен и, более того, нужен для безопасности. Расширения института за пределы участка федеральной собственности не будет. Здание гармонично впишется в архитектуру города, а прилегающую территорию благоустроят. Высадят деревья и клумбы с цветами. Дарья Лисицкая, Юрий Санкин, Первый Ростовский. Подготовку электроэнергетики и объектов ЖКХ ЮФО к отопительному сезону обсудила в Ростове правительственная комиссия под руководством министра энергетики страны. По словам Николая Шульгинова, объединенная энергосистема Юга России дефицитна с учетом интеграции в нее системы Крыма и новых регионов. Энергосистема Южная сезонная округа отличается некоторыми особенностями, потому что максимально русские, он не всегда совпадает с осеннительным периодом, а часто наоборот происходит в летний период, что было в этом году. Но для этого тоже у нас энергосистема, максимально в летний период, в этом году особенно, что с экстремальными климатическими условиями был взаимный рост потребления. Министр заверил, что результаты работы ЕС при высоких температурах учтут при планировании ее развития. А замгубернатора Игорь Сорокин доложил, подготовка к отопительному сезону в регионе велась в экстремальных условиях, то ливни с градом, то аномальная жара, да еще необходимость усиления мер защиты от терактов. Сейчас регион активно привлекает средства федерального бюджета для модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры. В 22 году была отоплена заявка на модернизацию коммунальной инфраструктуры за счет средств фондонационального областания на общую сумму 16 млрд рублей. За счет данных средств будет капитально отремонтировано 686 км водопроводных, канализационных и тепловых сетей, реконструкция 16 котельных. По словам замгубернатора, несмотря на все трудности, подготовка организации топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону завершается. Таганрог отметил свое 325-летие выступлением спортсменов, фестивалем уличных игр и арт-бульваром с двумя десятками музыкальных, литературных и художественных площадок. Горожан и гостей поздравили Валентина Матвиенко, Марат Хуснулин и Василий Голубев. Завершился день города праздничным галоконцертом, но начнем с утра и попытаемся вспомнить лошадиную фамилию. Смешной рассказ Чехова о генерале с больным зубом и старающихся ему помочь лошадиной фамилии в праздничный вечер играет актеры театра «Сад». А его руководитель и любовь к родному городу описывает словами великого земляка. Мне нравится в нем, ну вот я не знаю, как у Чехова, о милый, о чудесный сад. Да, это в какой-то степени сад. И очень хотелось бы, чтобы эту какую-то такую уютность, милость, он милый, чтобы это сохранилось. 325-летие Таганрога праздновали по всему городу. Площадками для спорта и творчества стали Приморский парк, парк имени 300-летия Таганрога, Петровская улица, самые массовые гуляния и концерт в парке Горького. Здесь открыто 15 площадок под общим названием «Наши таланты родному городу». Каждый год мы выходим обязательно с родственниками, я сегодня с мамой, гулять по улицам города. Очень любим свой город за красивую архитектуру, за культурные события, за очень разнообразную жизнь, за древнюю историю в конце концов. И такую разнообразную, наполненную как культурными событиями, так и героическими. Основанный Петром I Таганрог мог стать столицей российского государства. В нем сохранилось множество старинных домов XIX века. Здесь 238 объектов культурного наследия. Ну, просто музей под открытым небом. Сравнительно, что Таганрог может с государством российским. Все, что за эти 325 лет проходило в России, в Таганроге также присутствовало. И первый порпост военно-морской на берегу Азовского моря, великие деяния Петра и Троицкая крепость, и продолжение Екатериной, и затем многие-многие десятилетия и даже столетия Таганрог всегда был значимым городом в Российской империи. А потом в России. Сейчас Таганрог – индустриальный, научный и культурный исторический центр. Морские пути отсюда ведут к портам Азово-Черноморского побережья и Волго-Балтийского бассейна. Сейчас город преображается как туристический центр. И курирует этот процесс председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Я хочу особо поблагодарить вас, нынешнее поколение таганрогцев, за инициативу и неравнодушие, с которыми вы подключились к процессу морщины, масштабной, я бы сказала, масштабной перезагрузки города. Думаю, вы уже сами отметили и оценили по достоинству позитивные перемены. Запущена уникальная трамвайная линия, возрожден легендарный парк Дубки. Восстановлено сообщение, кстати, по вашей просьбе, уважаемые жители Таганрога, восстановлено сообщение река-море. А транспортная, дорожная, коммунальная модернизация в сфере внимания вице-премьера Марата Хуснулина. Я вижу большой потенциал развития города именно как транспортного хаба, потому что сегодня в связи с тем, с присоединением новых территорий, у нас появляется кольцо вокруг Азовского моря, это протяженностью 1400 километров, и Таганрог здесь является одним из ключевых опорных пунктов в этом кольце. Я вижу большую перспективу по развитию туризма, благоустройства, развитию культуры. Завершил в День города праздничный гала-концерт с участием лучших творческих коллективов Дона. Мария Индрикова, Виталий Ступаков, Первый Ростовский. День Донской иконы Божьей Матери отпраздновали в Ростове. В главный праздник российского казачества верующие прошли крестным ходом на Соборную площадь к памятнику святителю Дмитрию, а митрополит Меркурий отслужил божественную литургию. Донская икона Божьей Матери – главная святыня нашего региона. По преданию, ее подарили Дмитрию Донскову казаки из города Сиротино перед Куликовской битвой. И с тех пор этой иконы стала покровительницей крады Москвы и российского воинства. Многократно, во все века, участвуя в самых сложных баталиях, укрепляла дух нашего воинства и укрепляла народ наш в вере. Сегодня на Дону великий праздник – праздник Иконы Донской Божьей Матери. Многие годы века Божья Матери хранит Донскую землю, ее жителей, хранит наших воинов, которые сегодня защищают память своих отцов, защищают наше будущее. Празднование собрало в Ростове несколько тысяч человек. Храм не смог вместить из всех, и у его стен велась трансляция литургии. Отслужил ее митрополит ростовский Новочеркасский Меркурий. Затем верующие прошли крестным ходом на соборную площадь к памятнику святителю Дмитрию. В карауле 20 казаков Платовской сотни. Меня с детства родители воспитывали так. Живем на Донской земле. Это наши предки. Нужно помнить и чтить их традиции. Учился, закончил казачью школу и поступил в институт. Познал, что есть сотня у нас и поступил. Ежегодно 1 сентября Донская икона Божьей Матери доставляется из Третьяковской галереи в Донской монастырь на божественную литургию и молебен, который совершает Патриарх Московский и Всея Руси. А в Ростовском кафедральном соборе с 2015 года точная копия иконы. Донское казачество мечтало, чтобы икона вернулась к нам сюда. Об этом мечтали и атаманы Ефремовы, которые даже учреждали обители, монастыри, храмы в честь Донской иконы Божьей Матери. Об этом даже мечтал, есть такие исторические свидетельства, и атаман Матфей Иванович Платов, который 190 лет назад говорил о том, что он мечтает, чтобы икона вернулась на Дон и получила свое почитание, и получила вот этот праздник. Над списком Донской иконы Божьей Матери, со всеми особенностями оригинала, вплоть до следов гвоздей потертостей золота, реставраторы, искусствоведы и икономписцы работали два года. Мария Индрикова, Андрей Токарев, Первый Ростовский. Минута молчания, гимн, фильм о трагедии, трогательные слова и слезы. Так провели в историческом парке «Россия. Моя история» памятную встречу ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. Беслан – трагедия, которая никогда не должна повториться. Зачем в детей? Зачем стреляли? Именно этими словами началась памятная встреча ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. В историческом парке «Россия. Моя история» собрались студенты и школьники, представители власти, общественных организаций и диаспор. Это большая боль для ассистинского народа, и не только для ассистинского, но и для всей России. Потому что тот страшный урок, который нам был преподнесен такой ужасной ценой, страшной ценой, мы не должны забывать и должны сделать все от нас зависящее, чтобы в дальнейшем такого не допустить. В терроризме нет формы, разной формы действия. Терроризм – это есть против человечества, против природы, против нашей земли. Поэтому мы все вместе должны бороться с такими людьми. Я читаю лично так. Где экстремизм, например, такой ярый экстремизм, там и терроризм начинается. Звуки гимна и тишина, минуты молчания, а потом просмотр фильма о событиях в Бесланской школе с 1 по 3 сентября 2004 года и сюжета, снятого патриотическим движением «Дороги славы. Наша история» в поездке в Северную Осетию и Беслан. Зачем детей? Зачем стреляли? Зачем цветы? Семьи сорвали? За что мечты? И в поколейке пошли на боль, пошли прощения. Мы очень бы хотели, чтобы трагедии не повторялись, и события, те, которые мы вспоминаем, тоже оставались только в истории. Это день памяти по Беслану, это день памяти всем тем жертвам безвинным, которые пострадали от террористов, но в нашем времени сейчас уже от националистов. Незадолго до встречи был объявлен сбор гумпомощи для участников СВО. Я позвонил отставному офицеру одному, говорю, слушай, друг, ты там частенько бываешь, ты скажи, что нужно конкретно туда повезти, чтобы не было тут лишнего и так далее. Он говорит, ты не поверишь, они очень любят шпроты в масле, потому что тушенка надоела. И мы купили огромное количество сгущенного молока, шпрот и так далее, станки для бритья. Я думаю, что ребятам понравится, а нам вот как-то будет на сердце легче, что мы что-то для них сделали. Диаспоры купили, что попросили бойцы, привезли с собой в музей и скоро все это передадут в госпиталь и на передовую. Дина Горбачева, Сергей Вишняков, Первый Ростовский. О двух терактах говорили сегодня на классных часах в Росветовской школе. Разговоры о важном ко дню солидарности в борьбе с терроризмом коснулись захвата заложников в Ростовской 25-й школе в 93-м году и Бесланской трагедии. Террор с латыни – это значит ужас. Задача террористов – запугать людей по всей понятию страх, навести ужас и таким образом воздействовать на правительство. В шестом классе Росветовской школы урок начали с АЗОВ. Что такое террор и терроризм, и кто такие террористы. Яркий и страшный пример из 2004 года. Тогда, в начале сентября, такие же школьники погибли от рук боевиков. Мама, очень хочется пить. Мама, очень хочется жить. Мама, 30-х ран детей до сна. О девятиклассникам рассказали о теракте в Ростове. 23 декабря 1993 года в школу номер 25 ворвались пять человек с оружием, вывели 15 детей и учительницу, усадили в угнанный автобус и направились к аэродрому. В начале дети не поняли, что это террористы, потому что ожидался Новый год, и поэтому дети подумали, что, наверное, скорее всего их разыгрывают, так как скоро будет новогодний праздник. Но когда террористы выстрелили в потолок очередь из автомата, конечно, все сразу поняли, что это серьезно. Та история закончилась без жертв, чего не скажешь о Бесланской. В памяти погибших детях десятиклассники подготовили импровизированный мемориал. Беслан. Город, где в один миг погибли сотни людей, где 186 детей так и не стали взрослыми. Беслан. Город, где есть еще один город. Город Англии. И так сильно хочется петь. И невозможно терпеть жажду. Невозможно слышать. Мамочка, ну хоть и глоточек. Один. Маленький глоточек. Главное, что для школьников это не просто слова. Это крик души и вера. Подобное не должно повториться. Эта тема для меня, безусловно, очень важна. Это та дата, которая останется в моем сердце навсегда, потому что столько погибших, в частности детей, в большинстве, и они настолько маленькие, они ничего не понимали. Этот ужас в их глазах. Я чувствую себя в сердце. Подготовили этот урок советники директора по воспитанию. Дети должны четко знать, как действовать при экстренной ситуации. Должны быть внимательными. И должны понимать, что жизнь, она одна. А не как в компьютерной игре. Что я прошел, и жизнь у меня опять восстановилась. Такие разговоры о важном прошли в первый учебный день во всех школах области. Инна Билан, Сергей Вишняков, Первый Ростовский. Купальный сезон завершен. За лето службы экстренного реагирования спасли 34 тонувших человека, в том числе 10 детей, сообщили в областном правительстве. Причем практически все дети, 9 из 10 спасены в Таганроге. Плюс еще 9 взрослых. Приморский город стал в этом плане самым тревожным. По 3 спасенных в Ростове, Азове, Азовском и Сальском районах. Во время купального сезона специалисты областных служб экстренного реагирования проводили ежедневные рейды по водным объектам. А в детских оздоровительных лагерях давали теоретические и практические уроки безопасного поведения на воде. Как проходит профподготовка спасателей? Замгубернатора Сергей Бодряков проверил в Ростовском подразделении областной службы спасения на воде. Оценил готовность плавсредств и оборудования, а также ход занятий и тренировок водолазов. Практическое обучение матросов-спасателей, которые заступают и потом дежурят на пляже. Водолазы, которые у нас обучаются, обучат теорию и у нас здесь на подразделении сдают практику. Служба спасения на воде укомплектована всем необходимым для оперативного выезда на место ЧП. Водолазы к выполнению задач готовы. Хоккейный сезон стартовал и Ростов сыграл первый матч с Тамбовом. Наш клуб победил и наш спорткор Марина Черных в подробностях об этом расскажет, как и о поражении футбольного Ростова от «Динамо». Да, начну с футбола, где у нас опять неудача. Приехавшая в гости московская «Динамо» решила все вопросы еще до перерыва. Два гола пропущена, ничего не забито, да еще и игрок удален. Таким невеселым был для Ростова результат первого тайма матча с «Динамо». Но спасти игру можно было, причем к этому был близок вратарь Песьяков. Футбольный Ростов продолжает проигрывать в чемпионате страны. Матч с московским «Динамо» начался ударом гостей в перекладину. А уже на 10-й минуте рикошетом от Мелехина мяч влетел в наши ворота. У Ростова игра абсолютно не шла. А тут еще и удаление Тугарева на 35-й минуте за вторую желтую карточку. «Динамо» сразу воспользовалась большинством, и Песьяков был буквально расстрелян на глазах обыгранных защитников 0-2 к перерыву. Во втором тайме у наших футболистов стали появляться моменты, но и пропустить мы могли тоже. Отыграть один гол наш клуб смог только в добавленное время. После углового «Динамовцы» не смогли выбить мяч из штрафной, и рикошет теперь уже помог нам. Могли ростовчане и спастись. Песьяков пришел в штрафную, бил головой, но не попал. Поражение 1-2 оставляет нас на 11-м месте до зоны стыковых матчей 1 очко, до зоны вылета 3. В интенсивности, агрессивности, что в баранах, что в атаке. Следующий матч Ростова после паузы на матче сборных 16 сентября в Калининграде с Балтикой. А теперь информация повеселее. Хоккейный сезон для нас стартовал победой. Голов матча Ростов-Тамбов было немного, зато игрового времени по максимуму вплоть до булитов. На открытии сезона хоккеисты выдали болельщикам полную программу. И первые голы, и овертайм, и буллиты. Хотя первой шайбы пришлось ждать полматча. Как скажет после Григорий Пантелеев, первая игра при своих болельщиках всегда волнительна. А тут еще команда почти полностью обновилась и сыгранности в звеньях, конечно, пока нет. Идет поиск оптимальных связок, особенно в атаке. Первый гол сезона на счету новичка из Сочи Дмитрия Уткина. На 34-й минуте Морозов ушел на фланг, оттянул внимание и сделал пас. Уткин, недолго думая низом, отправил шайбу в ворота. 1-0. Эмоции отличные. Команда выиграла. Это главное. Начали сезон с победы. Дальше надо продолжать в том же духе. Но до этих победных эмоций ростовчане успели пропустить в середине третьего отрезка. И команды пришли к финальной сирене в ничью, а потом по нулям отгоняли овертайм. И вот булиты. Бросок Андреева отбивает вратарь, а Тамбов забивает. Но эта шайба оказывается единственной, не остановленной нашим новым вратарем Кириллом Кузьменко, кстати, перешедшим из того же Тамбова. А у нас точными стали броски Авершина и Цалапова. 2-1. Наша первая победа. Булиты тренируем. Как ребята тренируют их пробивать, так и я тренирую их отбивать. Видимо, на тренировке хорошо отработали этот элемент. Кайф. Очень приятные трибуны. Приятно здесь находиться, первая игра, тем более в этой команде у меня. Но действительно приятно играть. Мне понравилось. Надеюсь, что после этой победы ребята немножко раскрепостятся. Чтобы было видно, по первому периоду даже немножко зажатые были как-то. После первого периода поговорили с ребятами, немножко раскрепостились и чуть-чуть другой хоккей стали показывать. Сезон будет очень тяжелый. Мы это понимаем, знаем. Но будем стараться выжить максимум. Следующая игра Ростова сегодня с саратовским Кристаллом и тоже домашняя. Марина Черных, Руслан Хамчиев, Первый Ростовский. Молодцы, мужики. Всем спасибо. Вот и закапали первые осенние дожди. Пока еще не нудные, затяжные на день-другой, а легкие летние брызги из проплывающей тучи. Но уже вспоминается. Сентябрь за окном. Завтра у него первый юбилей, пятый день. И каким он будет, сейчас узнаем от нашего метеокора Дарьи Лисицкой. Ростовчане, всем привет. Привет, врываемся в новую рабочую неделю с боевым настроем и, кажется, осенним настроением. Согласитесь, приход осени уже ощутим. С каждым днем градусы на термометрах становятся все ниже, дни короче, на деревьях желтеют лисия. И, судя по затянутому небу, вот-вот начнется дождь. Я этому безумно рада. Нам давно пора бы уже охладиться. А вот когда же ждать первые осенние ливни, расскажу вам я через полминуты. Субтитры делал DimaTorzok А днем во вторник термометры покажут всего 21 градус. Яндекс уверяет, что дождей во второй рабочий день можно не ждать. Хотя другие источники, наоборот, предвещают затяжные осадки. Прохлады добавит северо-восточный ветер. Он будет дуть со скоростью 5 метров в секунду. Влажность воздуха поднимется до 70%. А атмосферное давление практически придет в норму. 758 миллиметров ртутного столба на барометрах. Наслаждаемся прохладой и увидимся в эфире. Таким был Ростов сегодня. Каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv и в соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео. Вся информация и контакты на сайте. В студии была Мария Филинкова. Всего вам доброго. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова